Всем привет! С вами снова я, Антон Сакович. Ну что, у нас наконец полноценный игровой день. 9 матчей. Круто! Много интересных противостояний, закручиваются интриги в группах. Много о чем поговорить. Поехали, не будем терять время. Итак, суббота, три игры. Стэк-левел Крынка. Крынка шла без поражений, команда вообще очень легко проходила первые туры. Но, неожиданно, на них напал Барс. И победил. Барс сейчас идет в лидерах группы, но так как количество игр не одинаковое, это пока ничего не значит. А к рынке теперь нельзя просто терять очки. Стэк-левел, несмотря на то, что на данный момент команда идет на последнем месте, но опять-таки у них меньше всех игр. И по игре это явно не аутсайдер. И это команда даже не третьего дивизиона. Вот. Вполне возможно, опять-таки, вопрос, как Крынка доедет к нам. Потому что команда не Минская, из Могилева путь все-таки долгий. Если приедет весь свой состав, тогда очень тяжело будет стэк-левелу. Но стэк-левел это именно та команда, которая может любую игру почти заморозить, да, и не дать сопернику играть в свой баскетбол. И тут уже вопрос, полетит у Крынки или нет. Мне кажется, будет интересно матч, несмотря на то, что команды на разных полюсах таблицы, я все-таки поставлю на Крынку. Барс, Восток, 121. Барс уже свой лимит поражения, если команда хочет в первый дивизион исчерпал. Соперник по силам, терять очки нельзя. Все просто. Поэтому, ну и разница команд в классе, все-таки Барс посильнее будет, чем Восток, 121. Поэтому нужно побеждать и обеспечивать себе на 100% минимум второй дивизион и все решать в последнем туре против софт-клуба. Стрела-Серебрянка. Ну, Стрела свою главную игру в подгруппе выиграла в прошлом туре у Молодечно. Теперь задача стоит, мне кажется, сыграть не хуже, чем против Адании. Если получится играть даже на уровне, вот как с Адании, будет круто, будет интересный матч, результативный. Ну, Серебрянка, я думаю, свою возьмет и разменяет попутно сотню. А теперь переходим к играм в воскресенье. Сразу хочется их разделить под группу Смерти, под группу С и все остальные. Начнем со всех остальных. Итак, Холм Релакс, софт-клуб, классный матч. Он просто первая афиша, просто идеальная. Не поленитесь, включите трансляцию на YouTube. Ну, сейчас лучше дома, конечно, сидеть, поэтому лучше на YouTube. Включите, посмотрите, потому что команды идут без поражений. Это, действительно, бой за первый дивизион. И, мне кажется, будет интересная игра. В этом году плюс-минус уровень тех команд равный. Но, опять-таки, мы еще не видели, как софт-клуб играет против сильного соперника и играет в полную силу. Вот, соответственно, победитель, ну, процентов на 90 обеспечит себе пышку. Ну, а я ставлю на Холм Релакс. Шутер с Гомель. А, извиняюсь, к этой группе мы перейдем попозже. МТС Сморгонь. Ну, это МТС пока мы очень мало видели в игре. Всего две игры. Для МТС это шанс зацепиться, как-то вот, вклиниться в борьбу, да, за второй дивизион. Ну, а для нас, соответственно, если мы выигрываем, мы уже спокойно можем расслабиться. Второй дивизион 100%. Останется побороться с Сойтексом, все решить в последней натуре, кто пойдет в вышку. В общем, будет интересно, естественно, ставлю на Сморгонь. И Wargaming-оматоры. Это будет завершающая игра. Воскресенье. Ну, здесь Wargaming явный фаворит. Опять-таки, команда, в принципе, показывает нам пока, как может играть без своего лидера. Ну, вот, но, опять-таки, я думаю, что в важных матчах, то есть, когда уже там и вышка будет, и более серьезные соперники, я думаю, они потянут весь состав на игру. А пока, в принципе, все получают время. В горячке там жгут напалмом просто оба брата. Вот. Так же, как и семья Кротовичей по очереди. В одном матче отец, в одном матче сын. Вот. Поэтому легкая для Wargaming-а. И вполне возможно, что сотни. Ну, а теперь переходим к группе С. Группа смерти. На самом деле, вот, после того, как покинула нас Алабама, осталось 6 команд. Давайте так. Ну, чтобы никого не убить, они действительно плюс-минус одного уровня. Да. Просто у кого-то чуть-чуть больше лимит и чуть-чуть больше ресурсов для того, чтобы играть в баскетбол. То есть, у кого-то просто один состав. Да. У кого-то есть два состава плюс-минус ровных. Вот. За счет этого, как бы, и здесь уже образовались лидеры. И так, сразу же, с места в карьер. Пингвин и Пинск-древ. Точно так же, как Home Relax Soft Club. 4-0, 3-0. То есть, победитель, ну, процентов на 90 обеспечивает себе вышку. Пинск в этом году играет абсолютный смолбол. То есть, вообще без больших. Я не знаю. Но, если им получится, пингвинам навязать свой темп, тогда да. Но, мне кажется, все-таки, если пингвины за счет опыта, ну, там смесь опыта, ну, как молодости. Ну, больше опыта, да. Команда все-таки должна оставлять за собой эту победу. И опять-таки, вопрос, с какими составами команда приедет на игру. Поставлю на пингвинов. Все-таки опыт. Так. Слем Софт за Славль. То же самое. Здесь немножечко другая ситуация. Уже команда не борется за первый дивизион. Но вот за второй сеча будет знатная. За Славль уже есть одна победа. Но Алабаму мы не считаем, да. Слем Софт в прошлой игре... Вопрос, все ли патроны расстрелял Янчи. Потому что в прошлой игре это было просто фантастика. То, что он забивал. Как он это делал. Все. Если силы остались, и, может быть, команда кого-то смогла все-таки подписать за это время, да. Потому что было объявление и все. То есть, ну, как бы до заявки обычно в последний момент приходят. Я думаю, что шансы будут. То есть, обе команды не имеют сильной скамейки. То есть, по сути, игра в один состав. Там, ну, плюс-минус шестой игрок. Вот. Поэтому здесь все будет на тоненького, мне кажется. Кому отдать победу? Ну, блин, давайте заславлю. Все-таки пока что у них, как бы, Гирейчик более стабильно, скажем так, ярко играет, чем, ну, связать уже странных лидеров Янчи. И завершающий матч. Шутерс-Гомель. Гомель, опять-таки, мы видели просто очень мало. Поэтому они на последнем месте. У них всего две игры. У Шутерс это уже четвертая игра, получается, да? Да, Салбама не считается. По сути, последний шанс для Шутерс что-то зацепить. Вот. То есть, как-то попытаться зацепиться за Д2. Но все-таки Гомель выглядит намного сильнее. Тут, опять-таки, вопрос, в каком составе они доедут. Если все, как бы, все максимальные составы приедут, я ставлю однозначно на Гомель. Ребята смотрятся посильнее даже вот в этом году. То есть, и могут и давить, и у них какое-то появилось разнообразие. Если раньше в основном была борьба через краску, сейчас команда и бежит хорошо. В принципе, более-менее неплохо сейчас. Ну, как? Ну, может неплохо что-то показать и в позиционке. Вот. Вот такие нас ждут выходные. Что думаете вы? Оставляйте свои комментарии. Пишите. С вами был я, Антон Сокович. Всем удачи!